У нас завтра праздник Песох. И от Песоха до Шаота, сколько у нас дней, кто помнит? То есть, если завтра праздник Песох, 14-го Ниссана, потом 7 дней опресновки следует есть, праздник Мацик опресновки. Со второго дня праздника Мацик мы отсчитываем 49 дней полных. До наступит после этого праздник Шаот. Получается 49 дней от второго дня Песоха до Шаота. От первого дня Песоха до Шаота 50 дней. От самого Песоха 14-го Ниссана 51 день. Вот так, интересно, так это работает. Что у нас происходит в праздник Песох? Мы обязаны найти ягнят, которые еще не достигли года. Можно козлят, можно ягнят. Без единого порока. И мы должны их принести в жертву Песоха. Это не так просто найти. Столько идеальных ягнят. Поэтому, если нет их столько, объединяются семьи. Одного можно использовать на много семей. Потому что, допустим, там 10 килограмм мяса. А, чтобы выполнить заповедь Песоха, нужно всего съесть козаид. То есть маслину этого мяса заповедь Песоха будет выполнена. Но надо наесться, получить удовольствие от праздника. Поэтому на пасхальном блюде у нас еще лежит яйцо. Что означает дополнительную жертву. Называется хагикан. То есть брали животное другое. Не обязательно, чтобы тоже ягненка. Можно брать и ягненка, и козленка. Можно брать еще быка и кого хочешь. И его тоже приносятся в этот день. По закону Тора его можно есть два дня и ночь между ними. А сам Песох едят только первую ночь. И все, и сжигает оставшийся нотар. Но наши бодрецы постановили. Чтобы мы не перепутали мясо. Чтобы случайно не поели мясо Песоха на второй день. Все остатки будут сожжены. Вот так. То есть мы едим мясо хагикан. А заканчиваем трапезу мясом жертвы Песоха. Чтобы уже насытиться им окончательно. Вот так это работает. И написано, что мы его должны есть с опресноками и горькой зеленью. Что такое горькая зелень? Ну, сейчас беру, допустим, хрен. Или можно цикорий. Вот такие вот горькие. К луку это не относится. И к перцу это тоже не относится. То есть если есть цикорий, то и хорошо. Нету, можно хреном заменить. В принципе. Вот так вот. Есть на пасхальном блюде еще у нас хоросы. Значит, это смесь орехов с вином. И корицу добавляют, чтобы запах придать хороший. Вот. И тогда это перемешивается и получается глина, которую мы месили в Египте и изготавливаемые кирпичи. Вот напоминание нам. Косточка. С кусочком мяса поджаренное лежит у нас в центре блюда. Это зра называется. Вот это напоминание жертвы Песа. Еще у нас овощи лежат. Карпасма называется. Это овощи на пасхальном блюде. Что еще нужно знать за Песа? Значит. Это мы едим мацу. Это хлеб бедности. Когда мы выходили из Египта, мы 30 дней ели мацу. И теперь воспоминания об этом. Мы каждый год убираем весь хамец. Мы его сжигаем. Вот так. И у нас... У нас на столе только маца. Что касается дорогого хамеца, то мы его имеем право продать. Продать другим людям. Этим занимаются раввины. Тут договор не такой простой. Надо своему раввину отправлять свой адрес. И перечисляется, что у тебя там лежит хамец. Что лежит. В общем, и ты его фактически продаешь. Если в ситуации, что этот нееврей потребует в течение Песаха отдать ему его хамец, который он купил, придется отдать. То есть настолько это строгий договор, что мы реально продаем то, что мы написали в списке. Вот так вот. Это не какой-то шутейный договор. Все потребует, придется отдавать. Вот так вот. Когда закончится Песах, если он не забрал, значит он опять становится. Переходит в нашу собственность. Вот такой интересный договор. Мы жили в Египте 210 лет. Семья Якова спустилась в Египет. Написано, что было 70 человек. В списке идет 69 человек. Раша говорит 70-й. Была Яковед, которая родилась прямо на входе в Египет. Прямо в воротах Египта она родилась. Поэтому она 70-я. Вот так вот. Есть другие комментарии, которые нам трудно понять. И пишется, что это сам Всевышний. Но это нам трудно воспринять, потому что в потомках Леи не хватает одного человека. Пишется, что 33, а мы пересчитываем всего 32. И никак не можем мы это воспринять. Как может быть, что это Всевышний, что он сын Леи, это нам невозможно. Поэтому нам в комментарии Раши, что это Яковед, который в основном в ходе в Египет, нам это легче всего воспринять. Что касается... Если сказать, что это сам Яков, как пишет только Энтарий Санчина, нам тоже это трудно понять, потому что Яков, если это сам Яков, то он не может быть сыном Леи. Он ее муж. И не может он быть в потомках Леи. Тоже. В общем, нам легче всего воспринять комментарий Раши, что это Яковед, мама Маше, которая дерлась на входе в Египет. Написано, что выходя из Египта, мы выносили тесто. И оно не успело скваситься. Равельман. Он говорит, что... Это, имеется, говорит только о том, что мы быстро вышли из страны. Быстро. Это говорит о скорости выхода из Египта. Не говорит о том, что это вот 18 минут прошло, оно заквасилось. Нет, это просто говорит, что мы быстро собрались и вышли. У нас хватило муки, хватило нам на 30 дней. Мы пекли, пекли. И когда пошло 30 дней, мы были на стоянке, которая называется Довка. И закончилась у нас маца. Все. Мы при виде голодной смерти сердца наши сжались. И забили сердца при виде голодной смерти этой Довки. И все вышли, вспомнил заслуга Врагама и Сары, что когда пришли к ним путники, то они замесили тесто, лушили на иврите луши. И вот поэтому нам дали в этой на стоянке Алуша, именно был дан ман. После этого мы перестали уже есть мацу, уже ели ман. Все остальные годы. Так вот. Теперь переход через море. Когда мы подошли к морю, то мы боялись зайти в море. Потому что как можно идти в море? Слушай, идите. И на веру первый пошел Нахшон сына Минадава. Это царское колено Ягуды. Он или утонул, или пойду. Очевидно, научился у своего прапрадца Аврагама, что когда Сатан сделал речку, чтобы Аврагам, когда нес сына, вел сына из хака на жертвенник, то Аврагам сказал Всевышнему, ну, если ты не хочешь, чтобы я принес жертву, я пошел в реку. Утонул, значит, утонул. И Всевышний реку убрал. И здесь тоже. Нахшон начал идти в море, заходил в море, и Всевышний раздвинул море. Вот так. То есть, самоотверженность такая, вот он пошел и все, будет что будет. И все, и море раскрылось перед ним. В общем, такие у нас люди величайшие. Хотя, естественно, мы знаем, что он долго не прожил. Через год с чем-то его уже не будет. Когда наши вожди, за наши грехи погибают наши вожди все через год после выхода из Египта. Потому что мы все вели недостойно. Вот там в последний раз упоминается Нахшон сына Минадама, князь Карена Егуды. Что у нас еще интересно о Песахе? Значит, написано, что мы должны есть мясо, прожаренное на огне. Именно на огне. Как это можно прожарить? Допустим, человек скажет, я возьму шампур, одену мясо, прожарю. Но пишется прожаренное на огне. А шампур, получается, будет жареный от металла. А если и получается, это не огонь. Или на решетке тоже жареный от металла, не от огня. Получается, а если деревянный шампур ставить, то тогда, получается, дерево выделяет сок и мясо будет как бы вариться. Оно тоже будет именно прожарено. И тогда наши мудрецы говорят в Мишне, что нужно брать палку из гранатового дерева. И оно не пускает. И так это и делается. Жарят эти песохи на этом шампуре из гранатового дерева. Вот так. И ломать костей с ним нельзя. То есть, я не пишу, что просто нельзя ломать кости. Мясо есть там костный мост. Тора не пишет. А в песох нельзя. Почему Тора не пишет? Мы просто не имеем права ломать эти кости и все. И что мы можем подумать? Ну, трудно сказать. Но, допустим, если можно себе представить, кость зажарился, песок, мы поломаем. Что там будет внутри? Будет костный мост. Получается, он будет как бы, я думаю, что как не прожаренный будет, как сваренный там запеченный внутри. Он не будет прожарен на огне. Может, поэтому нельзя их ломать кости? Может быть. Но это догадки мои. я не читал этот комментарий. Просто я думаю. Потом спрашивают. Мясо мы все едим в песок. Нет проблем. Значит, если мы берем молодого теленка, то в нем вот эти кости будущие, твердые, они еще мягкие. И можно ли их есть в песок? Потому что во взрослом быке это все твердое. А в теленке молодом оно еще мягкое. Можем ли мы его есть или нет? И разные мнения мудрецов. Одни считают, что так как во взрослом быке эти кости твердые, то мы не можем в молодом быке их есть. Вот так. Другие так не считают. В общем, это спор мудрецов в Мишне идет. Теперь интересная Мишна есть. Хамец убрали в дом. Убрали, все сделали. И смотрим, крыса принесла Хамец с другого помещения. Ну и стоит ли об этом поводу беспокоиться? И пишет Раби Машебен Маймон, что не надо об этом беспокоиться, потому что если так, то и со двора во двор крыса может занести из города в город и так далее. И этому конца нет. Поэтому беспокоиться об этом не надо. То есть во все помещения, куда теоретически может быть занесен Хамец, нужно его убрать. Допустим, если есть винный погреб у человека, и человек встал за стола добавить себе вина, и не обратил внимание, что у него в руке остался кусок хлеба, и он положил там ее на бочку, набрал вина, пошел кусок хлеба, забыл, теоретически он там остался. И тоже Мишна говорит, сколько нужно проверять рядов бочек. В общем, там разное мнение. В Мишне есть, но в общем, два передних ряда верхушки надо проверять. Есть такое мнение. Есть другие мнения, там разные. Для этого схемы такие рисовать, чтобы что-то можно было там понять. Мишне там. Значит, допустим, есть Мишна интересная, человек еще не выполнил заповедь убрать хамец и он идет. Будет обидц выполнять, свататься там, допустим, или что-то еще. В общем, он идет и забыл, что не выполнен заповедь убрать хамец. Как ему поступать? В случае, если он уже никогда не сможет никак вернуться и убрать хамец, то он может вернуться. Сейчас, секунду, подожди. Секунду, 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 подожди. Продолжение следует... То есть, если человек может убрать хамец, то он идет после этого события убирать срочно. А если нет, то надо вернуться. В общем, в каких-то случаях, пишет Мишна, что можно по закону Торы мысленно отречься от хамеца. Мысленно. И это срабатывает. То есть, если ты мысленно отрекся от своего хамеца, что он уже для тебя не существует, то в каком-то из случаев мудрецы, я в ряд заповедь, выполнил. Даже ты не убрал еще все. Просто он для тебя уже не существует и все. Вот так. Что считает хамецом? То есть, хамецом считаются любые продукты из пшеницы, рожи, полбы. Полбы – это дикая пшеница, ячменя и овса. Вот эти пять культур. Рис не является хамецом. Его не надо убирать. Ашкенадские евреи его не готовят и не едят. В Песах сифаревские едят. Но убирать его как хамец не надо. Тоже не гречка, это все не горох, не является хамецом, убирать не надо. Но и есть нельзя. Вот такое. А все эти разные крупы, геркулесы, все это все убирается. Буквально. И если это виски, тоже убирается. Допустим, пиво все убирается. Это все продается. Какие-то случаи сжигается, какие-то еще продается. Если дорогое, надо продать его. Вот так. Как уничтожить хамец? Есть варианты такие. Сжечь. Самый лучший вариант. Можно бросить в море. Мудрец говорит, только надо его раскрошить, чтобы бросить в море. Но если бросаешь в мертвое море, и крошить не надо, просто выбросил и все. Вот такой закон. Что у нас еще есть на эту тему? Вино раньше было очень крепкое, как коньяк. Его надо было разбавлять. Твой. Сейчас тоже у Равина мы спрашивали нашего. Он говорит, вино можно разбавить. А вот сок нет. Виноградный сок нет. Хоть он сладкий, не сладкий, разбавлять нельзя. А вино можно развивать половину воды. Половина вина, половина воды. Это он разрешает. Вот так вот. кто у нас еще по тесту есть интересное. Вы расспрашиваете что-то, и я вспомню, отмечу. Может, я читал об этом. В принципе, это основное. Сказал такое. О году читаем. Там все написано, не надо ничего. Вы думаете, все написано, сидим, читаем, заканчиваем этой песней красивый козленок. Вот там. Все, по этому поводу мы, в принципе, все разобрали. Давайте читать на Хафицхайм. Хафицхайм любить и делать добро. Мне Хафицхайм. И благодарю за него. Когда человеку приходится предстать перед судом, иногда дается возможность выбрать его состав. И тогда надо найти милосердного судью. Есть такой выбор и на небесах. Человеком можно судить Ашем. Либо небесный трибунал. Но тут выбор ясен. Сострадание – сама суть Творца. Он может посчитать какие-то прегрешения не столь тяжелыми, учесть смягчающие обстоятельства. А в этом говорит Хафицхайм иной смысл обсуждаемого стиха. «От тебя, Господь, Хэсет, ибо воздаешь каждого по его делам». Тегерим 62, 13. Его Хэсет проявляется в том, что он судит сам, давая обвиняемые всевозможные привилегии. Он милосерден, но лишь к тем, кто милосерден к другим. Когда он имеет дело с людьми, его главная сила – Хэсет. Его рука обеспечивает все нужды человека, как написано в псалме Ашрей. После многих стихов в третьем лице слова обращаются прямо к нему. «Глаза всех устремлены на тебя, и даешь им вовремя пищу». 145, 15. Он держит ключ к пропитанию, которое мы получаем благодаря его Хэсету. Хафицхайм приводит цитату из Талмуда, где сказано, что у него в руке три ключа, которые он никогда никому не передает. Один из них от пропитания, поэтому он может давать его тем, кто не заслуживает. Молитва Ашрей говорит, что Творец дает пищу всем живым. А следующая фраза «Праведен Бог на всех своих путях, велик и милослив во всех своих делах». Близость этих фраз указывает на тесную связь между его с заботой и добротой. Творец дает человеку не потому, что тот заслужил, а потому, что он сострадателен. Молитва Ашмон Ашрей говорит и о двух других ключах. Ты даешь жизнь по доброте своей. Речь о ключе от рождения, ибо способность привести детей в мир зависит только от его доброты. Следующие слова «Ты оживляешь мертвых по милосердию своему». И здесь мудрецы говорят не только о необычных событиях в дни пришествия Машиаха, но и о быденном возвращении души каждое утро в тело человека, когда он просыпается. Каждую ночь душа должна отсчитываться за проведенный день. Ашем воздерживается от строгого суда каждую ночь и оживляет тело утром. Есть три основы, которые дают человеку жить в этом мире. Рождение, питание и жизненность тела. Держа все это под личным контролем, Ашем сохраняет Хесет как главный принцип воздаяния. Ключи в руке Творца, но в какой мере Хесет будет играть роль в нашей жизни, это зависит от нас. Человек получит то, что дает другим. На этом наш сегодняшний урок заканчивается. Всем браха парнасакова намазал то, что мы сейчас не грешили изучали Тору. Всем всего самого наилучшего. До встречи блинедеров в понедельник в час дня. Всем Песок Самея, Кошар и Песок. Всего всего хорошего. Продолжение следует...